пока не решил да будет конечно сколько можно спрашивать хакман привет хакман и татикман братьям так мун играет за красного на самом деле он будет за синего я переключаюсь сразу на муна он берет сразу по тму там демон хантер и у нас несмотря на мирор сразу идет отличие в плане базовой стратегии потому что под мать тянет за собой хвостом можно сказать котов а демон хантер тянет за собой арчей мужчина привлекает женщин женщина котов все как в жизни так хантрески сколько бараков не интересует вы поставите можно в один сыграть можно в 2 он говорит оп варкрафтик мун под мат лично да 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 там еще фогич внизу и лин и лин димка выбивайте второй артефакт так себе и патман начинает уже потихонечку харасить со стрелкой вот он барак 2 вот он hunter's hole причем видите барак ставится так как будто планирует мун уже играть не в как не только в котов но и в баллисты то есть ему нужны нужен дирижабль моноберны пропускает до сих пор сомневаюсь относительно эффективности стрелки против димы потому что нормально это с ним соревноваться не можешь в результате только ману тратишь а стабильный урон можно получить за счет ауры ну лечиться сложновато просто под мой хотя и тут же есть есть фонтан может быть в этом дело это наверное самый главный аргумент почему на и лари твой на консил хилле извините а ластреблю ее с консил хиллом ну вы респы похоже перепутал фонтаны есть и здесь можно лечиться на халяву и это безусловный плюс именно для хантрес не только потому что у них больше здоровья так еще они в первую ночь доминируют они прячутся и все хорошо идет криппинг хотя бы до второго хочет прокачаться я думаю что до третьего не будет рашить хотя черт его знает до фоги чуть тяжело болеть сегодня сердце кровью обливалось вчера когда стоит толпа арчи вокруг вокруг арчи слайдом когда болезнь фоги надо за вредность доплачивать да но тем не менее он сегодня романтика штампанул романтик между прочим то топовый хуман сейчас твой сразу нет все таки это будет третий уровень смотрите он пошел сразу на на мастерскую уверен что здесь оставит виспак какого-нибудь и будет у него возможность а чего голем то не бьет барак алёх офигел что ли в барак тут я не видел таких наглых големов половина хп снял у контрески чуть не добил он мощное зелье исцеление наверно лучше артефакт потому что скролл за бист можно задиспелить мана по не нужна мана дрей не нужен соответственно а жизни по тме очень нужны ей они эффективны как агильщику бестмастера вторым пытается взять но здесь виспы нужны просто и все бестмастер хорош против контреса к тем что свинья дополнительный персинговый урон и т2 тыкает мун а где у нас логика то есть чакру мы баллисты с дирижаблем хотя зачем для этого т2 только для чакру делать т2 прикольно смотреть за муном пытаться понять его гений вот сейчас обычно хантресками играет мега контактно для того чтобы человек который играет с арчами не крепился спокойно вот на мунчанские как будто как будто в лейд готов выходить с хантресками серьезно как будто в лейд готов выходить то есть ему зачем-то нужен криппинг зачем-то нужны артефакты зачем-то нужно большое количество опыта больше чем третий уровень если вы вспомните какие-нибудь каких-нибудь классических двубарочных хантресок там ну максимум третий уровень после этого агрессия максимум обычно сразу контакт то есть ты охотишься с инфразрением хает не даешь ему выходить с базы но что делает мун второй барак арчид ряды ну это можно понять против хантрес и против перспективных баллист и результате мун прокрепился хуже чем противник хуже тут 32 там почти 4 это хуже но правда сейчас заберет фонтан без дракона свиток лечение тут явно выкупать нет colorful прекрасно понимает что делать можно понять ряд против ханта баллист но там делаются не масс дриады дриадки делаются для штрафа то есть типа 1 2 рядки должны быть основная масса это арчи конечно же против контреса и этих я думаю что он даже 3 не будет он заполнит двумя арчами этот 50 лимит они повторюсь нужны только для штрафа вот он спамеры пришли сразу так алиска забанила я 3 делать и не делает апгрей даже на этих короче мун играет топ тупо маска котами а вот баллиста наконец пошел разводить медальон храбрости но в целом под матч с 5 будет уже но такой стиль встретить в двадцать первом году можно наверное только уму на такое увидеть потому что хантреса они требуют большого умения и понимания очень происходящего я не говорю уже о контроле с одной стороны к ты они имеют и мега низкий пороках вождения то есть если вы начинаете играть два барака это ваш выбор даже против всех раз вы можете человека который там поигрывает ну плохо играет варкрафт убить по с хантресками вообще в путь с под мой правильно сделав некоторые вещи с другой стороны у них очень сложное продолжение то есть для того чтобы эффективно работать котами после там не знаю 10 минут игрового времени надо прям реально разбираться как знать когда сражаться когда не сражаться в большинстве случаев не сражаться пытаться понять подстроиться под то что делает враг сейчас мы он пытается за счет баллист немножко выиграть время навязать противнику ну вот отвлечь его внимание навязать его там постройку древа ветров с гиппогрифом что только так можно от отбрыкаться от такого хораса но и это тоже промежуточный этап его стратегии он видите не делать 4 баллиста он сделал 2 и полетел а вот что дальше вот как он будет эту пятую хантреску пятую патму реализовывать видимо массар чами с меткостью это самое логичное до 3 доделывается у него именно для этого и сейчас надо разводить ой самое непонятное что можно сделать калорфулу против хантрес это пойти пойти в на в мейн вот как ты будешь против баллиста хантрес играть в разводы с ума сошел что ли это очень странные странные темы ну хантрески с третьей ауры с баллистами разнесут тебе половину базы а потом стелепортируется вот он это понял наконец-то потеряв при этом мунвелл ой хантреску жалко можно арчу 2 2 хантрески потеряли убили одну арчу убили мунвелл как минимум один убили барак но самое главное муну конечно нужно даже и он делает ставку именно на патму которую кстати нельзя не законтрите ультимейт никак медведь правда есть ладно можно законтрить но это очень рандомный рандомная контра телепорт и арба видимо дам у нас магазин вообще есть магазина ты мне угрожаешь продолжает крепится вообще экспо в минус уже идет смерть поддержка привет рублей сообщает михаил приветствую привет мне кажется каждый лет и приболел это аллергия голосом но что-то с голосом мои не знала это тебе на сиропчик битмер спасибо надо щас кларитина просто бахнуть я вчера вышел из дома и чё-то цветет и я сразу покушать тоже шмыгать начал лайтовенько лайтовенько но но неприятно интересная иллюзия была которая вы танковала до вызвал иллюзию она сходилась пошел ставить базу хрустальный шар не не хотим 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 чтобы продать зачем он продолжает крепится на 5 подмен деньги слава артефакты ну и конечно чтобы врагу не досталось так добавляет барак вместо утраченного вообще не знаю каким макаром против масса арчи бестмастер сейчас поможет это тупиковая ветка развития тупиковый герой в этом плане какая-нибудь панда или тинкер были бы гораздо более удачным выбором но бестмастер полезен на первом уровне поэтому он и взял его то есть калорфул по сути остался оказался в заложниках своего решения ну потому что представьте против арчей чтобы могут делать свиньи ладно там 3 на пятом уровне как ким-нибудь сплэшем там могут вывозить еще но 3 бист абсолютно не нужен то есть тут пирсинговый урон он штрафуется парчам range у свиней меньше так еще у арчи пассивка которая сокращает получаемый пирсинговый урон понимаете вот и все неправильное описание деньги слова артефакты да 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 вот и сейчас ставится база который знает прекрасно colorful и он правильно идет в в мг а нет он медведя идет медведя неправильно мг надо делать серьезно он мишками будет пытаться мишками то посложнее будет им хо мишки против арчей с такими грейдами на атаку они будут так разваливаться не пошел мг сделать просто мне смутило наличие апгрейда на адептов медведей но мне нравится как как калорфул тоже думает вот то есть он сначала подумал пойти медведя потом прикинул не кажется медведи это не самое выгодное решение я тоже посомневался вот и пошел в мг молодец он молодец потому что мне приятно думать что я молодец вот такая вот логика что ты понимаешь что он понимает и ты думаешь ой какой же он молодец вот и нужно прям тайминг выбрать с этим унвелом под 70 сразу 64 там бах вам строить мг они же по 7 по 7 были по 6 но боюсь что слушает стрим да 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 надо арбу купить не знаю почему мы игнорируем магазин хорошая вещь на такой стадии это вообще уже можно сказать маст хэвны а вот он пошел слопочный магазин умуном арча гонит этого слепого демон-хантера и пошел отсюда пошел и тут прикройте вот и что будет когда шестая патма будет ну где мг надо уже заказываться там уже базы добывать начинает не торопится почему-то colorful какая же стар старая добрый а как же старая добрая гимнастика стрельникова и помогает против последствий аллергии в виде заложенности нас а я с пропустил пропустил эту информацию от сбитого летчика радиоведущего поэтому в артилекс не в курсе мун сам начинает атаковать вот эта логика вообще муновская поставлю базу пойду в атаку тинкера кстати взял третьим героем смотрите protection про так медведь какой медведь вообще все улетает стрелы пошли бедный дима господи вот это вот масса плюс 30 процентов урона за счет ауры меткость 3 грейда на атаку давай нападай ну и мотанчантов ждет на самом деле colorful но он кажется дождется ему пол базы снесут опять половину уже уровня получила патма димка кстати не делает бёрны даже чтобы проще было лечиться сейчас свиток лечения на рассмотрите еще держит свиток держит свиток патма старфол а там ракеты там ракеты маны есть нельзя старфолить пока тинкер живой но с страх взял и телепорт ой дима умер вроде мун телепортировался умер дима это там просто 200 хитов здесь за залп улетает и все зачем ему париться пришел домой выпил из лунных колодцев закупил еще свиток лечения пошел контратакой убил точнее контратакой следующей атакой убил эксп контролит как же он хорош блин как же он хорош такими он не за счет юнита выигрывает понимаете он за счет понимания того как противник реагирует что он делает то есть он его заставил зажаться увидев патму он заставил его взять бестмастера ожидая пуша какого-то раннего он его заставил там поджаться сделав баллисты заставил раскошелиться на древо ветров гиппогрифа которые фактически окупили ну дирижабль ну и плюс там еще баллисты полетали кого-то поубивали позамедляли эльфа и все потом сам благополучно собрал половину карты подкрепил подкрепил главного героя идет с аймшой идет старфолить его с аймшой это вообще не похоже на текущий стандарт есть такая своеобразная многоэтапно я бы назвал это так стратегия готовится старфолить нету старфолить здесь хреново не нормально погнали погнали наши городских о как же красиво и талонца добавляет блин за талонцы респект 1 это еще плюс 2 грейда ой накидал фэйри файр и все мг с минус 4 брони заканчивается старфол из за нот и заканчивается и colorful какой же мун красава 7 патма мг арчи убивают mountain giant несмотря на то что у него есть соответствующий great и даже баллисты 2 которые середины игры у него они живые ё-моё и вот поэтому поэтому я считаю муна игроком выдающимся гениальным потому что ну так как он играю вроде как миллион людей играет за эльфов а стиль узнается вообще из 1000 то есть ты можешь взять демку за закрасить этот главное чтобы чтобы как мы вчера ли нас этим своим не спутали или кого там с кем позавчера стиль уникальные решения отличные видно что человек во время игры прям прям вот он прям прям думает о я не в курсе кто это какие-то документы при это самое привезли подскажите про финал рцг во владик хотел бы посетить его разделе турнир есть вся информация заходишь турниры там рцг там уже призовой больше двух сотен тысяч рублей еще один бургер не 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 документы какие-то привезли сейчас узнаю а Продолжение следует... 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 И еще блочит Арчо. И сразу хайдит. Ё-моё. Как же Мун хорош. Как же Мун хорош. Приходит Нага. Две Арчи сразу прячутся. Те, которые должны были спрятаться. И только сейчас первую Арчо отдает Мун. Но там уже настолько все плохо. И одна пошла наперед. Смотрите. Блочит. 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 Чуть-чуть не хватило. Немножечко подрежь, подрежь. Там уже Мунвелла рядом. Но Дима, Дима, Дима немножко не прав. Моноберн. Моноберн добьет. А, даже без Моноберна. Он не делал Моноберн, потому что думал, хватит, не хватит последних выстрелов. Красава. Сейчас Моноберн на соточку. И все. 2-0 вообще. Изи Мун размотал. Изи. С Colorful играет. С Colorful. И так-то не скажешь, что это Colorful. Размотал, как щегла. Продолжение следует. Продолжение следует.